Всем привет! Давненько мы с вами не вспоминали о вселенной Ведьмака и о том, что сейчас с этой вселенной делает Netflix. А зря, ведь оказывается, что не только съемки третьего сезона там движутся полным ходом, а Лорен Шмидт и компания уже фантазируют о сезоне номер 4. Ну и что самое главное, много шума в последнее время возникло вокруг первого приквела Ведьмака под названием «Истоки крови». Ну вы помните, в конце второго сезона нам всем еще показали его тизер, от которого тогда, честно говоря, все подофигели. Так вот, оказывается, что офигели не мы одни, потому что посмотрев, что там наснимали Netflix и что сотворили с предысторией Ведьмака, фокус-группы пришли, видимо, в ужас, после чего проект тут же перенесли практически на полгода, отправили на масштабные пересъемки и вообще к чертовой матери вышвырнули два из шести его эпизодов. Так что чувствую, то, что нам предстоит увидеть, затмит все перлы первых двух сезонов Ведьмака. Netflix же тем временем не унимается и продолжает терзать данную вселенную, наводняя ее новыми и новыми проектами. Короче, что сейчас происходит и чем грозит обернуться? Давайте разберемся. Но прежде нужно, в принципе, вам напомнить, о чем мы говорим, потому что, уверен, многие уже могли призабыть за прошедшее время, в чем суть. Итак, Истоки крови. Этот сериал был анонсирован еще прошлым летом. Тогда-то мы с вами узнали, что Netflix собирается снимать шестисерийный приквел, который призван показать зрителям не только сопряжение сферы первого Ведьмака, но также и рассвет, а затем падение эльфийской цивилизации. Более того, по предварительной информации, у Netflix на данную историю большущие планы, потому что нам сообщали, что объявленное количество эпизодов кажется на данный момент только, так скажем, пилотным сезоном, а мол, если все пойдет как надо, то нас будет ждать, конечно же, и продолжение. Забегая вперед, правда скажу, что шансы этому теперь невелики, но всему свое время. Итак, после титров восьмой серии второго сезона Ведьмака нам показали дебютный тизер их будущего приквела, сериал о котором первоначально, как нам обещали, должен был рассказать историю появления первого Ведьмака, сопряжения сфер, появления монстров и появления профессии охотника на монстров. Но, как вы прекрасно помните, нас всех в итоге люто развели, потому что, судя по всем откровениям авторов приквела и, собственно говоря, его первому тизеру, на Ведьмаков в нем вообще всем ложит с высокой колокольни. И главная задача создателей истоков крови, это показать прекрасных мультинациональных эльфов и прибывших их притеснять людей, кстати, не мультинациональных, а, по крайней мере, в тизере всех исключительно белых. Но это, конечно, совпадение. Короче говоря, все, кто возмущался по поводу второго сезона Ведьмака, вас я сразу предупреждаю, приквел явно будет еще покруче. Еще, кстати, и потому, что он получил совершенный зеленый свет в плане ухода в сторону от первоисточника. Ведь, если говоря о самом Ведьмаке, там хоть, конечно, криво-косо, но хоть как-то еще, хотя бы номинально прослеживается оригинал в виде истории из книг, то в плане приквела Сапковский любезно выдал Нетфликсу полный карт-бланш, типа делайте, что хотите. И знаете, эти товарищи сделали. Ведь сперва стало известно, что, как бы, до Ведьмаков, по факту, в приквеле никому особенного дела и нет, а главной героиней Истоков станет Эльфийка по имени Эйли, элитный воин, которая покинула свой клан, чтобы стать хранительницей некой королевы, как музыкант-кочевник. А после смерти последней Эйли становится чем-то вроде Мстителя, ища расплаты и искупления. В общем, звучало все это не совсем убедительно, мягко говоря, да и каст на роль крутой эльфийки, для чего была выбрана британская актриса Джоди Тернер Смит, тоже вызвал немалое количество вопросов и навеивал не слишком приятные ассоциации. Так вот, уж не знаю, по каким причинам, но через определенное время выяснилось, что исполнительница главной роли покидает проект, а уже в тизере вместо нее все мы увидели Софию Браун, что в целом, правда, не сказать, чтоб хоть как-то изменила общий расклад сил. То есть сразу нужно понимать, вот эта дама, а вовсе никакой не Ведьмак, первый он или последний, и является одной из главных фигур будущего приквела. К слову, Элли и ее клан Барона являются защитниками Приши, это, видимо, какая-то эльфийская королевская семья, на которую, естественно, нападут пришлые люди, или чего уж там, пришлые белые мужланы, давайте называть вещи своими именами. Вы спросите, стоп, а где же главный Ведьмак, где хоть что-то связанное с его происхождением? Увы, пока что нигде, потому что уже по прошествии времени сценарист приквела Деклан Дебара прямо сказал нам всем, что его интересуют эльфы, а Ведьмаки, это, как я понимаю, было просто для затравки. Ведь Дебара прямо сказал, что в первую очередь приквел должен показать рассвет, а затем падение эльфийской цивилизации, поэтому, собственно, как мы видели по тизеру, его главные герои это как раз-таки эльфы. Черная эльфийка, эльфийка-азиатка, ну и уж таки быт захудалый белый мужчинка. Короче говоря, типичный Нетфликс во всей красе, но вот в чем штука. Как выяснилось, с недавних пор в компании взяли за привычку показывать свои проекты на стадии постпродакшена фокус-группам и уже на их оценке основываться в дальнейших решениях. Очевидно, что таким же образом решили поступить и с истоками крови, ведь данный проект закончили снимать уже несколько месяцев назад. Более того, по предварительным планам, сериал должен был выйти уже этим летом, но потом, видимо, что-то пошло не так. Что именно? Все просто. Люди увидели то, что наснимали. Деклан Дебара, Лорен Шмидт и вся эта компашка. Об этом писал MovieLab со ссылкой на свои источники, после чего зрители пришли в полнейший ужас и, видимо, описали в красках свои впечатления. Как бы можно бы, конечно, воспринимать все это как досужие слухи, если бы не сразу несколько факторов. Во-первых, что касается даты выхода истоков, предварительно намеченной на июль. Она вдруг передвинулась аж на осень, если говорить более точно, то на октябрь месяц. Уже был готовый проект, ушел на масштабные пересъемки. Причем эти пересъемки длились не одну неделю. Происходили в студийном пространстве и на различных локациях. То есть команде истоков крови пришлось опять собраться вместе. Нетфликсу вновь платить немалые деньги, чтобы привезти их, например, вновь в Шепард Студиос, а также в окрестности Лондона, где, кстати, также участвовало и большое количество массовки. То есть переснимали не то чтобы отдельные моменты, а прям крайне серьезные сцены. Но даже это еще не все. Данные пересъемки даже не доверили никому из уже задействованных в производстве шоу режиссеров, пригласив для этого специально со стороны Алекса Гарсия Лопеса, снимавшего две серии для первого сезона Ведьмака. То есть вы можете понять, насколько там, видимо, критическая ситуация, если прям пришлось брать даже режиссера, ранее не задействованного в проекте, который, напомню вам, снимало сразу три режиссера одновременно, и, видимо, все они в итоге оказались для Нетфликса профнепригодными. Но даже и это еще не конец. Правда, тут мы опять выходим в область инсайда. Впрочем, ресурсы Redanian Intelligence, распространившие данную информацию, более чем уважаемые и авторитетные, так что этим ребятам я бы доверял. Так вот, нам говорят о том, что дата выхода истоков крови опять сместилась с октября, аж на конец декабря этого года, в район 25-го числа. То есть, видимо, там совсем все плохо, и сейчас вы поймете, почему. Помните, изначально планировалось, что в первом сезоне истоков крови будет шесть серий? Так вот, реданцы также пишут, что количество эпизодов было решено сократить на треть, оставив всего четыре серии. И вот это уже просто нечто, ведь четыре серии вместо шести, да еще и масштабной пересъемки, да еще и приглашение нового режиссера, все это говорит о том, что Нетфликс, видимо, наснимал какую-то такую дичь, от которой потом сам же офигел. Да настолько, что пошел на самые крайние меры. Причем, если ранее было непонятно, как сопряжение сфер, появление Ведьмачьего Ордена, падение эльфов и так далее, как все это возможно уместить всего в шесть серий, то теперь и вовсе не ясно, а как влепиться в четыре, и что там вообще происходит. Очевидно, что истоки крови оказались в полнейшей заднице, и теперь Нетфликс судорожно предпринимает все, что может для того, чтобы оттуда выбраться. Кстати говоря, с этой же целью было применено секретное оружие в виде персонажа Лютика из сериала «Ведьмак». Барт в исполнении Джо и Бетти стал безусловным народным любимцем, и еще ранее ходили слухи, что возможно он как бы за кадром будет рассказывать всю историю приквела. Теперь же Redanian Intelligence пишут о том, что роль и участие Лютика, или Яскера в оригинале, решили резко увеличить, и он должен стать чуть ли не кем-то наподобие Бильбо Бэггинса во вселенной «Властелина колец». Очевидно, что это делается лишь только с одной целью, хоть как-то заслужить лояльность публики, и видимо компенсировать ту дичь, что для нас сняли. Что ж, как говорится, и на том спасибо, правда сомневаюсь, что одним лишь трубадурам удастся исправить ситуацию, но кстати, Нетфликс видимо не унывает, потому что эти парни с какой-то маниакальной одержимостью спешат наклепать новые и новые проекты во вселенной «Ведьмака». В апреле мы узнали о возможном сериале приквели с персонажами Ламбертом, Коэном и Эскелем, а также о другом аниме-фильме, который разрабатывается студией Мир. Теперь мы знаем его название, называться новый мульт «Будет ведьмак. Сирены глубин». Мы, правда, пока не в курсе, будет ли это сериал, либо полнометражный мультипликационный фильм, но, видимо, данный проект должен продлить собой начатое в «Кошмаре волка», то есть мультяшное, так скажем, ответвление «Ведьмачьей саги». Плюс мы также в курсе о готовящемся продолжении приквела о молодом «Весемире». Таким образом, Netflix все наращивает и наращивает свои усилия во вселенной «Ведьмака». Но, честно говоря, лучше бы эти ребята сконцентрировались не на количестве, а на качестве тех проектов, что они делают. Да, ну и еще пару слов, собственно, по самому сериалу «Ведьмак». Съемки его третьего сезона в разгаре. В настоящее время ожидается, что завершатся они в сентябре 2022 года, если, конечно, все пойдет по плану. После этого нас ожидает 6 или даже 8 месяцев постпродакшена, и новый сезон может появиться на Netflix примерно весной 2023. Но даже и более того, Лорен Шмидт уже мечтает о сезоне номер 4. Так, режиссер Стивен Суржик недавно подтвердил, что он снимает первые два эпизода третьего сезона, а также, что продюсеры и сценаристы «Ведьмака» уже наметили сезон номер 4. Так что планы там наполеоновские. Печально только, что воплощаются в жизнь они, ну вот, очень-очень убого. Хочется, конечно, верить, что рано или поздно количество перейдет в качество, но пока что есть как есть. Так что мы будем закругляться, а вы пишите комментарии, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на наш канал. Спасибо всем за просмотр и всем пока!